Здравствуйте, меня зовут Юлия Егорова, я руководитель обойного направления в Каду. Хочу вам рассказать сегодня о новых коллекциях в брендах Тибо и Анна Френч. Начну с Анны Френч. Мы получили две новые коллекции, просто великолепные. Это коллекция обоев и тканей с обой. Они основаны на архивных дизайнах начала 20 века, 1920-е годы. Хотя, первый дизайн, который называется Каир, он на самом деле вдохновлен древним рисунком индийским, который на стенах, в том числе пирамид, ну и старых сохранившихся стен в Каире. То есть, отсылает нас к этому периоду. Он, в общем-то, весь каталог создан в стиле ар-деко. И поэтому, в общем-то, и заглавный дизайн, наверное, напоминает нам в Египте вот таких вот древних рисунков. У этого дизайна есть компаньон в тканях. Какие-то ткани я покажу вам в отрезах. Они небольшие. Так как Anna French это, по сути, тоже теперь бренд американский. Он принадлежит Тибо. То стиль оформления коллекции здесь тоже каталоги. Здесь нет вешалок, если только вы специально себе их не закажете. Поэтому в отрезах я могу вам показать. Но для использования мы пользуемся в обычной нашей жизни. Когда мы подбираем в интерьер, мы пользуемся каталогами. И вот такие цвета мы имеем с этим рисунком. Следующий дизайн. Второй дизайн называется «Пирамида». И он снова о Египте. Этот рисунок создан из, называется «Paperware». Это плетение из бумажного волокна. Которое сделано вот с таким эффектом текстильным. Ну и полный текстильный эффект будет на стене. Еще один рисунок. Очень красивый. Омбре полоса такая. И компаньон в тканях сейчас покажу. Бархатной ткани с эффектом полосы амбре. Такой вот переход цветов. И в обоях у нас есть еще металлический цвет. Такой эффект ткани с очень чистой цвета. Эффект серого. Следующий дизайн. Очень интересный. Это крупный рисунок с лотосом. Великолепный рисунок. У него нет полного компаньона в ткани. Но он прекрасно гармонирует с другими тканями в этой коллекции. Потому что по цветовой палитре они очень подходят друг другу. Еще один дизайн это краскос. Это натуральное плетение из сизали. Тоже очень красиво смотрится на стене. Выпускается оно в рулонах. Это тоже очень удобно. Потому что, в общем, практично его использовать. Резать удобно на нужные полосы. И это как однотонник, который тоже будет гармонично смотреться и с другими обоями, какими-то более яркими. И с тканями тоже он хорошо сочетается. Вот один из вариантов оформления интерьера с этими обоями и тканями. Еще один дизайн. Это виниловые обои. И дизайн называется Riva. Здесь такое тиснение оформленное, интересное. Они, если посмотреть вблизи, есть видно, да, такой эффект объема. Ну, издалека они смотрятся довольно гладкими. Ну, придают, благодаря тому, что есть объемные какие-то выпуклости, да, придают за счет света тени интересную игру цвета на стене. Еще один дизайн. Просто великолепный вид. Вид с высоты птичьего полета на сад. Такой напоминает французский сад. Он тоже основан на архивном рисунке. Как красиво сделано. Следующий дизайн. Он вдохновлен английской сельской дорожкой, которая проходила где-то между холмами. И под впечатлением вот от этой дороги сделали вот такие вот обои, плетенные тоже из бумажного волосна. И к ним есть ткани-компаньоны с вышивкой. Основа здесь лен или хлопок. В зависимости от цвета. Такая шикарная вышивка. Еще один интересный рисунок называется «Маленькое дерево». И здесь действительно, если посмотреть поближе, здесь на рисунке маленькое дерево. Это яблони. И компаньон в тканях. Ну и еще несколько рисунков, которые тоже шикарно дополняют эту коллекцию. И тоже, в общем, интересные, крупноэропортные такие вот шевроны на флизелине. Вообще надо сказать, что в коллекции «Анна Френч» все обои – это флизелин, либо какие-то натуральные плетения. Ну и так можно сказать однотонники, потому что чистых однотонников в такой коллекции яркой не бывает. И можно сказать, что вот эти вот такие вот «Игра света и тени» на стенах шикарные. Это дополнение к более ярким каким-то акцентам в этой коллекции. И заканчивается каталог арочками, которые напоминают нам, что эта коллекция была вдохновлена стилем ар-деко. и отсылает нас к этому времени к 1920-м годам. Следующая коллекция, которую я вам хочу показать, называется «Грасс Клосс Ресурс Тибо». В этой коллекции нет тканей совсем, только обои. Коротко – это все плетение из натуральных волокон. Натуральные волокна здесь, как сизаль, как в начале. И вот варианты цветов. Очень красиво на стене смотрится. Конечно, в натуральных обоях всегда будет видно шов между полотнами, но в этом красота, и именно это особенность таких обоев. Следующий дизайн – это банановая пальма. И вот так оно, крупный такой рисунок. Очень красиво смотрится. Следующий дизайн называется «Мозаичное плетение». И тут действительно сначала плетена была мозаика, потом она была сверху патинирована. После этого были вырезаны вот такие квадратики и вручную наклеены на полотно. И так вот получилось плетение и мозаика в одном. Здесь на таком аква-цвете очень видно, насколько патинирование было сделано. Аккуратно поверхность. Ну и еще несколько дизайнов. Однотоники. Как всегда. Всегда дополняют коллекции «Досклосс». И яркие такие плетения, более крупные. Надеюсь, что их видно. И еще три коллекции я вам покажу. Коллекция «Тропекс». Здесь обои и ткани. Одноименный каталог в тканях. Вдохновлена тропиками, разумеется. И первое, что мы видим, это такой ботанический сад, в котором пальмы разных видов может, кажется, ботанику изучать по этим картинам. Смотрится очень интересно. Даже не видно, где рапорт. Если посмотреть на фотографию, непонятно, где заканчивается этот рисунок и где же повтор. Такое ощущение, что мы смотрим на картину просто или на панно. И есть компаньон в тканях. Весь этот каталог такой яркий. Первое впечатление зеленый. Хотя на самом деле есть и другие цвета. В разных цветах подобрано оформление. Но прямо чувствуется сочность натуральной природы. Следующий дизайн называется Иския, побережье. И напоминает такой блеск воды. Долгожданные кораллы, которые когда-то очень были популярны в каталоге Лагуна. И вот снова они есть. Немножко сделаны в другом стиле, но очень красивые, такие акварельные. И к ним тоже есть компаньоны в принте на ткани. И также есть обивочная ткань, которая тоже цветом совпадает, очень красивая. Надеюсь, что видно на видео. Еще один дизайн. Это вдохновлено таким тропическим ливнем. Представьте, что вы попали куда-нибудь на экзотический остров. И начался ливень. И все, что вы можете видеть за окном, это постоянно капли, которые заливают стекло. Вот что-то такое. Только здесь этот ливень, он такой, можно сказать, жизнерадостный. Совсем не печально, что идет ливень. Очень красиво смотрится, многослойно. И в принте, и в обоях бумажных. Очень интересную такую фактуру стены дает, хотя абсолютно гладкий. Это тоже принт на бумаге. Это не плетение, хотя вот такое ощущение плетения создает. Очень красивый тоже, объемно на вид выглядит. Немножко есть объем, если их потрогать, но не такой, как обычно объем от натурального плетения. И солнышко. Ну, в тропике всегда солнце, разумеется, и вот такой вот солнечный дизайн. Очень чистые цвета, незапыленные, которые повторяются в каждом из артикулов. Этот дизайн сделан, это виниловые обои. И вдохновлялись дизайнеры Тибо одной из фотографий известного фотографа, просто взятой в инстаграме. Очень красивые пальмы, и вот они этот дизайн воплотили в обоях. Вот такие цвета. Ну, еще решеточка, разумеется. Бамбук. Тоже чистые цвета, и это очень хороший компаньон к остальным ярким дизайнам этой коллекции. И снова пальмы. То есть на первом рисунке мы увидели еще не все виды пальм, оставшиеся здесь мы видим. Причем они сделаны достаточно яркими, но при этом здесь есть и светотень, очень интересно выглядит. Даже напоминает фотографию. Ну, и здесь вот ощущение текстильной поверхности. Это виниловые обои на флизелине. И вдохновлялись африканскими мотивами, натуральными, сделанными вручную, покрашенными тканями. Вот, и получилась вот такая поверхность. И еще каталог колони. Совсем новый каталог колони. Понятно, это колония. И поэтому здесь мы ожидаем уже, да, колониальные какие-то дизайны, отсыл к Индии, может быть, к африканским каким-то странам. И первое, что мы видим, это пейзаж с пальмами, с тигром. И тут кого только нет. Разные животные, люди плавают на лодке, кто-то там строит дом. Там такой очень красивый рисунок. Очень, достаточно крупный рапорт. И мне кажется, что никогда он не надоест в интерьере, потому что его можно бесконечно изучать и находить там какие-то новые детали. Есть компонент в тканях. Вот я показываю один из цветов. И надо сказать, в этом каталоге цвета не такие сочные, как в предыдущем, Тропикс. Но здесь, по-моему, это обусловлено тем, что мы видим каталог, такой отсылающий нас к каким-то старинным дизайном архивным. Это тоже архивные, кстати, дизайны. И понятно, что они со временем, может быть, немного потускнели. Они как раз создают такой эффект дома с историей, когда даже свежепоклеенные обои и совсем новая мебель, обитая этими тканями, дает ощущение такой вот обжитости, как будто хозяева здесь жили много поколений. Следующий дизайн вот такой в ромбике. И в тканях тоже это принт. Достаточно спокойно выглядит на стене. Не пестрый. Ну, если только в ярких цветах, может быть. Еще один дизайн. Это дерево жизни. Такой крупный рисунок. Мощные ветви дерева, крупные цветы, очень красивые. И компаньон ткани к нему. Вот этот цветок. Мы еще не будем переворачивать, но надеюсь, что он хорошо видно. Есть компаньоны ко всем цветам. Еще один очень красивый дизайн. В обоях это винил. Клетка такая прям классическая клетка. И в тканях такая ткань. Компаньон. Сейчас найдем цвет, к которому. Вот так это выглядит. Полный компаньон. Достаточно такие яркие и насыщенные цвета. Следующее, что мы здесь видим, это полоса. Тоже очень красивая. И тоже взята, вдохновленная архивными тканями. Вот все цвета полосы. Еще один дизайн, очень красивый. Называется Стокгольмский шеврон. Здесь это льняная нить, которая сверху принтована вот таким рисунком. И в ткани компаньон. Это принт на льне. Конечно, это будет великолепно выглядеть на стене. Такой многослойный эффект. Во-первых, из-за того, что принты разным цветом. И из-за того, что это льняное полотно, ламинированное, с фальзелиной. Вот оно таким объемом выглядит. И вот жираф. Снова вспоминаем о том, что коллекция называется колония. И тут мы видим Африку. Естественно, это, можно сказать, фото жирафа в максимальном приближении. И, как известно, шкура у жирафа, отпечатки его пятнышек уникальны так же, как и отпечатки пальцев человека. И в данном случае здесь довольно большой рапорт. И можно, наверное, тоже долго изучать, где же повторяющиеся. Ну, в общем, это, конечно, добавит такого вот колониального стиля. И очень красиво можно посмотреть пример, как можно оформить интерьер вот с этими обоями. Сейчас покажу компаньон в тканях. Разумеется, дизайнеры Тибо не забыли сделать такой же дизайн и в тканях. Это принт. Еще один дизайн, каким выглядит очень объемным, мозаикой. Тоже напоминает какие-то старинные стены в каком-нибудь заброшенном индийском храме. И вот они, компаньоны в тканях тоже. Я показываю только один цвет в тканях. И вы можете посмотреть у нас все остальные цвета. Такие прям вот индийские цвета. Очень красивые. И на ощупь эти обои, они не гладкие. Они такой немножко эффект имеют объема. И еще один. Дерево тоже индийское с полосой, которое вдохновлено было документом, сделанным в начале 20 века в технике палампор. Палампор это такая техника рисунка на ткани. В Индии она была популярна. Когда рисунок делается не с помощью трафарета, а художник рисует сразу на ткани. Это как правило на шелке. И то есть получается любая ткань, которая нарисована, она уникальна. Нет повторов. Это очень дорого стоило. В Индии рисовали таким образом покрывала достаточно большие. и как у нас принято говорить, стоило это как крыло от самолета. То есть в Индии это не было доступно тем, кто это рисовал. Это покупалось в Европу и богатые европейцы покрывали этими покрывалами кушетки, какую-то мягкую мебель. И это было признаком того, что дом состоятельный. Вот одним из таких документов вдохновлялись дизайнеры Тибо, когда создавали вот такой рисунок. Это принц на дне. и бумажные обои с очень интересным эффектом. Такое ощущение, что здесь тонкая штукатурка нанесена и сверху как бы по мокрой штукатурке нанесен рисунок. И еще один. Последний дизайн, который в обоях называется калахари. Можно видеть не в качестве компаньона к нему а взять ткань, которая вот она только принт на ткани у нас есть. Очень красивая. Вот он как раз такой достаточно спокойный издалека, если смотреть в объеме на стену. И к нему такие вот яркие шторы или подушки. Вот. Об этих коллекциях можно говорить вечно. И еще совсем немножко покажу новую коллекцию тканей криптон. Называется каденц. Каденц это ритм, метр, наверное, это какое-то ритмичное движение. И здесь как раз вот эта каденция. Здесь как раз мы продолжаем движение в этом направлении Криптон Хоум. И здесь Кибо нам предлагают новые ткани, которые сделаны по технологии Криптон. То есть они совершенно не боятся очистки, они практически не пачкаются. Плюс в этих тканях в том, что если даже на них уронили мороженое, шоколад или даже вино налили, во-первых, это не оставляет пятен, во-вторых, даже если что-то сверху прилипло и засохло, то это легко чистится. И инструкция по чистке есть на сайте и мы ее тоже предоставляем. Качество этих тканей очень высокое. Это вот действительно роскошь, которую для обивки в основном используется. И она очень оправданная. Это в основном в Тибо это ткани, которые в составе имеют лен или хлопок. Это ткани смесовые, поскольку один только лен не создаст такой эффект прочности. все ткани имеют тесты больше 50 тысяч вайзенбек. Некоторые Мартин Дейл прошли тест. То есть это великолепные обивки. Здесь всего шесть дизайнов. Такие вот пятнышки. Немножко такие вот из многих нитей, состоящие как раз первая ткань. Она и называется Каденс. издалека она выглядит таким единым полотном, но если подойти поближе и посмотреть, видно, что здесь много разных нитей. Такой немножечко мягкий эффект шеврона. Ну и вот все цвета. И самое главное, что благодаря технологии Криптон мы имеем возможность иметь натуральную обивку, при этом светлую, и совершенно не бояться, что она запачкается и будет как-то непрезентабельно выглядеть. Вот такие коллекции. Мне кажется, для того, чтобы их изучить подробнее, нужно прийти к нам несколько раз. Ждем вас очень. Спасибо за .